Вчера должны были бы играть с Польшей. Вчера ловили себя на этих мыслях, что должен был быть матч вообще. Как это воспринималось в голове в команде? Ну, конечно, знали. К этой дате готовились долгое время. Поэтому это уже случилось. Конечно, понятное дело, что мы обговорили этот момент. Но не более того, потому что решение уже было принято. И от нас ничего не зависело уже. Смотрел ли матч Чехов с Чеховым? Нет. Никакой матч не смотрел. Как тебе сейчас объясняют, что происходит? То есть вы тренируетесь просто непонятно для чего? Почему непонятно для чего? Для чего? Чтобы в будущем, когда все наладится, мы были готовы. А какие, скажи, пожалуйста, как вы находитесь в ситуацию? То есть, когда готовитесь, вы выкладываетесь на 100%. И сейчас вроде как вы просто поддерживаете форму, получается, остаетесь в тонусе и не выводите разговоры? Ну, прежде всего, профессиональное отношение к делу. Понятное дело, что, как если заметили, много новых ребят, которым тоже нужно донести информацию, которая была до этого. Поэтому все проходит достаточно профессионально. Как вы, опять же, могли заметить на тренировках, мы наигрываем, как сегодня это было, и стандарты. Вот мы вспоминаем, что мы делали при обороне, при атаке. Поэтому все идет, ну, точнее, все продолжается, подготовка продолжается, чтобы мы не забыли. И повторюсь, что когда все наладится, дай бог, мы были готовы. Карпин сказал, что на этом сборе у него впервые получилось сделать полноценные тренировки. Ну, то есть, не просто там какие-то усеченные времена. Сейчас есть время, чтобы показать то, что он хочет. А вот ты заметил какие-то различия, и как тебе тренировки Карпина вот такие? Ну, понятное дело, что здесь были спокойные тренировки. Да, как сказал Валерий Георгиевич, ну, не было официальных игр. И поэтому, наверное, были более спокойные, более точные тренировки. Опять же, что-то вспоминали, что-то наиграли. Поэтому тренировками в целом доволен, недельным этим циклом доволен. Сегодняшний день, понятное дело, уже оттренировались. Завтра день и обратно в клуб. Что ждешь от завтрашней тренировки с молодежной командой? Представляешь ли, как это будет выглядеть? Может, вам уже объявили, в каком формате это будет происходить? В формате игры, если я не ошибаюсь. Поэтому самое главное без травм, что с нашей стороны, что с молодежной стороны. Повторю, что то, что мы опять же наигрывали вот этот недельный цикл, завтра постараемся что-то допопробовать. Поэтому все своим чередом. Сегодня член сполкома ФРС сказал, что он потерял 99% своего состояния. Это как-то сказалось на тебе, на Спартаке, на команде? Может быть, вас попросили? Тем не менее. Тем не менее, мы в сборной. Давайте разговаривать о сборной. Потом после игры поймайте меня, после Черкизова. И будем разговаривать про Спартак. Ты не высказывалась по всей этой ситуации. Вообще, твое отношение к ней, что это случилось, что все это неспортивно. Ты как для себя сформулировал отношения, когда впервые об этом узнал? Узнал про что? Ну, что мы не будем играть. Таковы и мать. Это была слось, печальность. Понятное дело, что лично я был расстроен. Потому что я очень хочу сыграть на большом турнире. И эту возможность у меня лично и у нашей команды забрали. Понятное дело, что мы все расстроены. Но на сегодняшний день все взрослые люди смирились с ситуацией, которая не даст нам, так скажем, сыграть. И повторю, что хочу, чтобы побыстрее все это закончилось, нормализовалось все. И мы приступили уже к официальным играм. Будь то это летом квалификации или отбор. То есть ты веришься, что вы вернетесь уже летом? Я хочу, по крайней мере, этого. А там, понятное дело, не от меня зависит. Как можно скорее хочется вернуться на европейскую арену, так скажем. Поэтому будем надеяться. Увенчик. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин